Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Я продолжаю рассказывать о томатах для консервирования цельноплодного, которые по своим размерам маленьким идеально подходят для баночек, для заготовок на зиму. Я уже рассказала вам про медовую каплю, про оранжевые сливки, про ляну. И, конечно, напоследок, сегодня будет последний у меня видеоролик, я расскажу вам о дамских пальчиках. Это сорт, который я очень люблю, мне он нравится. Естественно, его многие, наверное, знают, его любят за то, что он вот такая у него изысканная форма. В банках вообще смотрится идеально, прекрасно. Это вот дамский пальчик, выращиваю его всю жизнь, сколько помню себя в огороде, столько у меня дамский пальчик. Но у начинающих огородников могут возникнуть с ним проблемы, потому что в прошлом году, когда я рассказывала, что, ну, зимний был видеообзор, на пачке написано, что можно выращивать без подвязки и посынкования. Но там не указано, что не можно выращивать без подвязки и посынкования, а нужно, потому что основной урожай у этих дамских пальчиков все-таки находится на пасынках. И если мы пасынки убираем, мы теряем много урожая. И одна зрительница написала, нужно вернуть мне дамский пальчик на участке. После просмотра видео я поняла, что я делала ошибку, она убирала все пасынки с него, и он ей оказался малоурожайным, и она его вообще выгнала с огорода, не стала садить. Вот видите, как получается, что томат сам не виноват в том, что мы не знаем все о его качествах, о его свойствах. Сейчас, подождите, ой, может быть, вот так сделаем. Это прекрасный, он урожайный, он весь вот в пальчиках увешан, но просто нужно, конечно, знать о нем, ну, как о его качествах, я сейчас расскажу о нем немножко, ну, самые основные такие, конечно, это детерминатный, он низкий, 60-80 сантиметров. Естественно, что на улице он будет пониже, в теплице он будет повыше. Вот эти вот томаты у меня из теплицы, рос в теплице два куста, смотрела я, как он там себя ведет, разросся большой, у меня по плечу был, я его сейчас собрала, а в грунте, грунтовый, который привязывала колу, очень неудобно, их много, я два раза подвязывала, а в грунте у меня пальчики до сих пор еще растут на улице, я сегодня или завтра их буду собирать, несмотря на то, что сегодня 11 октября, они там у меня растут в грунтовом варианте, то есть я их посадила, и он, как монгольский карлик, расползается во все стороны, вот эти свои пасынки распускает, и пальчики лежат на земле. Никогда они не гниют, потому что у них именно вот то самое достоинство, их которое при консервировании мы используем, у них пленочка, вот эта кожица, очень плотная, она не толстая, она тонкая, но она плотная такая, она вот не дает при консервировании разваливаться плоду, держит форму, и лежа на земле, не дает плоду гнить. Вот она предохраняет его, она вот такая действительно как плотненькая. Бывает же такая рыхлая пленка, а эта вот такая, как эта, ну такая. Ну поняли вы. И поэтому они лежат на земле, никогда они у меня не гниют. Я в прошлом году показывала, еще до сбора урожая, когда лежали красные пальчики, есть у меня видеообзор осенний такой, или летний, как его назвать. Он указан производителем, что он 70 грамм, но естественно, они бывают разные. Бывает, пальчик вот такой тоненький родится. Кстати, вот, слизень откусил в двух местах. Видите, он даже гнить не стал, он запропаковался. Пробкой стала вот эта вот ранка. Могут быть маленькие, я провес начала и отвлеклась. Могут быть вот такие вот большие. Так что 70 грамм, это плюс-минус. Могут быть 50, а могут быть и до 100. Очень хорошо транспортируется, опять же, за счет своей вот этой вот толстой кожицы. Он не мнется, не давится, не лопается. Очень хорошо его хранить. Если мы положим в фазе молочной зрелости, или в фазе меланжевой зрелости, когда только начинает дамский пальчик спеть, то он полежит очень долго. Конечно, вот такие вот переспелые плоды, которые я хранила на семена, хранить вы не сможете, они все равно когда-то испортятся, потому что они естественные, натуральные, они не законсервированные, это естественно, что они испортятся. Но если мы полузеленые положим, они прохранятся долго. Вот продамский пальчик, краткий видеообзор. Можно кушать очень сладкий, очень хороший томат, можно консервировать очень красиво, эстетически вот этот вид, и вообще вот эта форма пальчиковая, она удобно заталкивать в баночку их, можно хранить, все, короче, и кушать, и консервировать, и хранить, универсальное назначение, очень неприхотливо, если у вас много места, можно вырастить в грунтовом варианте, потому что если без подвязки выращивать, конечно, ему нужно больше площадь, или он по колу вверх будет привязан, их можно три на этом месте посадить, или когда он расползается, как монгольский карлик, то он полметра, половина квадратного метра, на него точно надо. Можно выращивать и в теплице, можно выращивать и в открытом грунте, классика жанра засолочного, вот это дамский пальчик. Все, до свидания. Вот 4 сорта вам рассказала, которые сейчас у меня в данный момент я оббираю, я еще потом, может быть, расскажу вам, там у меня есть новинка в этом году, черный трюфель, тоже мне очень понравился, мне прислали семена, и есть юбилейный тарасенко, ну, этих юбилейного тарасенко, конечно, семян в продаже не будет, потому что мне самой дали на развод, прям буквально несколько семечек, вот я на них не дышу, вырастила, мне тоже понравились эти носики, курносики, я потом вам покажу, до сих пор растут в теплице, еще не рвала. Все, до свидания. Продолжение следует...